Добрый день, дамы и господа! Всем привет от Диты из Канады! Сегодня мы с вами снова отправляемся на шоппинге. Конечно, не могла не удержаться и не заснять вот такую прекрасную елку, которая у нас стоит в торговом центре. И мы сегодня идем в Зару, да. И подсняла немножко блестюшек, цепи-цепи, украшения, но речь сегодня не о них, а речь пойдет о трикотаже, о свитерах. Это очень-очень важная тема зимой. А еще немножечко засняла вам, вот посмотрите, в детском отделе, к крисмосу выставлены одежка такая блестящая, веселая, жизнерадостная. Я вам открою страшный секрет, я иногда покупаю вещи в детском отделе. Ну, верха, конечно, низы, на мой кардашьян не налезают. Но ковточки, свитера, вот иногда бывает покупаю. Самый большой детский размер, в общем, мне как раз. Итак, по традиции пантомима приветствия. Музыка, поскольку мозга гремит, как всегда, еще, по-моему, громче прежнего. Особенно вот эта вот рождественская музыка, которая забивает вообще все мозги, размягчает их и заставляет вас делать всякие совершенно невозможно глупые покупки. Итак, всем здравствуйте из примерочной зары. Сегодня мы будем мерить свитера, но по традиции покажу вам свой аутфит. Пальто моё, халат, который я очень нежно люблю и обожаю. В нем очень удобно, оно широкое, с очень большой проймой, под него можно надеть пиджак и все, что угодно. А внизу под пальто у меня сегодня монохром, такой бордово-винного цвета. Юбка из гипюра и сапоги такие такого же цвета, кофточка, кардиган вязанный. Немножко тоже блестюшек добавила, чтобы создать, так сказать, праздничную атмосферу и новогоднюю. Вот, хотела поблестеть, хотелось мне. Хотя, я не могу сказать, что это нарядный кардиган, но тем не менее, он такой с люрексом, с вязкой люрексом. Поэтому я решила, что он как раз будет кстати в эти предпраздничные, предновогодние дни. Ну и давайте посмотрим, что же я взяла с собой в примерочную. Так, в примерочную я взяла много разных свитеров, кардиганов, кофт, жилетов и, в общем, трикотаж. Ну, собственно, жилет был один. А вот даже вот брюки трикотажные притащила с собой, такие немножко спортивного фасона. В общем, с брюками получилась полная фиаско, но это потом. Посмотрим до конца. Первым номером у нас идет очень красивого цвета, зелено-травяного, такого зелено-салатового цвета, кардиган. Ну, не традиционный такой, знаете, кардиган на пуговицах. А в Заре в этом году появились, может, не только в этом, может, в прошлом тоже были. Вот такие вот кардиганы, знаете, на завязке, вот с такими вот завязками, которые застегиваются, не застегиваются, вернее, а просто завязываются на две такие, две завязки. Что-то я принесла размер S, можно было побольше, я не сориентировалась. Как-то проверила его состав. Состав, конечно, синтетика, полнейшая синтетика. И, ну, цену вы видели, я вам показала. Значит, мог быть пошире. Как вы видите, широкая пройма, что надо всегда брать в расчет, потому что, если вы надеваете такую вещь, а это зимняя вещь, это всегда идет под пальто, значит, вам нужно брать в расчет, что пальто вам нужно тоже такое с широким рукавом, широкой проймой. Вот пальто типа того, которое было на мне, или такой пуховик широкий, с широкой проймой, потому что это страшно неудобно, когда вот эта пройма влезает в узкий рукав и там собирается, комячится, фу, это очень неудобно. А теперь номер второй. Это такая же, как та предыдущая кардиган-кофта, только это жилет. И жилет такого бежевого базового цвета, на сей раз размер смол. Но этот на мне сидит хорошо, потому что тот как-то был немножко сужен книзу, а этот такой расклешенный внизу, и поэтому сел нормально. И вот, кстати, чем хорош жилет, что если у вас проблемы с широкой проймой, то вот жилет вы можете надеть под любое пальто, даже если у вас узкий рукав. Но, конечно, нужен какой-то свитер вниз, потому как зима на улице, и холодно, и, естественно, если вы надеваете какую-то тонкую блузку, ну, мне кажется, что в руки холодно, мне лично холодно в руки. Вот у меня сейчас тонкий свитер на мне был надет под тот кардиган, в котором я пришла. И, в принципе, я думаю, что мне было бы нормально, но, может быть, немножко прохладно, потому что свитер совсем тоненький. И вот это вот меня немножко смущает с этими жилетами. История, что вниз надо надевать тоже какой-то свитер, а это, в принципе, может быть довольно проблемой, потому что может быть просто жарко в двух слоях. Так, следующий, номер три, это такая необычная, очень необычная, очень оригинальная вещь. У нее нет размеров, поэтому, вот видите, написано «мидиум», но на самом деле они все «мидиум». Это единственный размер, который существует, стоит она недорого. Мне давно хотелось примерить эту вещь, я не знаю, как ее назвать, это не свитер, потому что я давно на них смотрю. В этом сезоне они появились разных, в разных вариациях. В зале вот просто такие рукава с горлом и чуть-чуть, горло еще чуть-чуть как бы вывязаны вперед и зад. Такой очень-очень короткий свитер. Или вот именно в таком варианте. Мне просто было интересно, что с этим делать, как это носить и с чем это едят. В названии там написано, что это шарф, свитер-шарф. Вот так это называется. То есть, шарф, собственно говоря, только горло, а все остальное – рукава. Ну, это да, это свитер. Ну, вот свитер-шарф. В общем, странная вещь. Что вам сказать? Я люблю необычные, интересные вещи. Эта вещь, естественно, необычная, интересная. Но я вообще не поняла, с чем это едят, как это носить. Может быть, нужен какой-то вниз, другой джемпер, пошире, типа толстовки. Я не знаю, красиво ли это. Да, это необычно. Да, это странно. Но насчет красоты я не знаю. Вообще, мне вот напомнило это человека с двумя поломанными руками, загипсованными. И вот такие ассоциации у меня вызвало этот вид одежды. Но, тем не менее, переходим дальше. Следующий – это совершенно обычный свитер белого цвета с толстой вязкой, ручной как будто бы вязкой, с косами, вывязанный. Размер медиум я взяла. Стоил он 50 долларов. Ну, что вам сказать. Проблема в нем, как я убедилась в этом, когда я его на себя померила, что он довольно широкий. У него широкая пройма, но у него внизу вот эта вот резинка, она довольно узкая. И она так прям так хорошо облегает вас, ваши бедра и пятую точку. И это немножко проблема, потому что, как бы, мне кажется, что это выглядит как-то не очень современно. Все-таки сейчас модный оверсайз. Моден такой, знаете, широкий, расслабленный силуэт. А тут такая-то резинка. Может быть, на видео это не видно, но я так почувствовала на себе, знаете, такое плотное прилегание. Хотя, выглядит он симпатично. В общем, такой базовый молочный цвет и базовая вязка. Такая, знаете, как будто ручная вязка. В принципе, выглядит он неплохо, но вот эта вот резинка внизу, конечно, портит всю картину. Следующий свитер – это свитер вот с воротником. Не дает мне покоя эта тема, эта идея, поскольку я один раз уже в Заре примеряла вот эти вот свитера с воротниками. Там был воротник из ткани, такой, знаете, более широкий, более такой массивный. А я решила померить все-таки этот. В тот раз этот свитер с воротником мне не понравился и совсем мне не подходил. Я решила померить, примерить этот, потому что у него воротник немножко другой. Он вязанный как будто бы крючком, и он не такой, знаете, большой. Он чуть-чуть поменьше. Ну, я не знаю. Может быть, это немножко получше, чем предыдущая версия, которую я мерила в другом моем влоге. Там был прям такой большой из ткани с какой-то оборкой, а здесь такой он поскромнее. Немножко выглядит как, знаете, тоже мне напомнило фильмы «Три мушкетера». Там, по-моему, Д'Артаньян или Атос ходил вот с таким вот воротником по версии Мосфильма. Так выглядели мушкетеры вот с такими воротниками. Ну, есть что-то. И еще один вариант. Это уже не воротник, это такое жабо. Сделано оно из такой гофрированной ткани прозрачной. Размер medium я взяла. Надо было бы, конечно, лажь, потому что он очень маленький. Этот свитер коротенький, узенький, облегает меня, обтягивает некрасиво. На груди расходятся эти пуговицы, в общем, короче, малюсенький он какой-то, малюсенький. На худенькую девочку совсем такую. Хотя вот цветоборки, вот это вот жабо, по-моему, как-то больше на взрослую даму. Не знаю, если молоденькая девочка наденет на себя это. Насколько я знаю, вот сейчас молоденькие девочки, они не очень носят, не очень жалуют такие фасоны. Это как раз фасон на взрослую даму, а размерчик такой на девчонку худенькую, молодую. Ну и взрослые тоже бывают худенькие, ну что вам сказать. Короче, не понравился мне этот какой-то куцый, он маленький, не знаю. Из обои-то и обор, конечно, а бы что какой-то. Да, следующий кардиган, вот этот мой фаворит, он мне очень понравился. Во-первых, он такой смол, кстати, и довольно он объемный. Мне понравились, конечно, пуговицы, потому что там стразы, там жемчужины. И мне понравился его цвет, мне понравился его фасон, мне понравилась его вязка. Сидит он очень хорошо, несмотря на то, что это смол, он довольно такой просторный, свободный. Очень мне в нем было удобно, комфортно и красиво. Если честно, мне очень понравилось, это я показываю, что он такой широкенький, чтобы вы не думали, нигде ничего не облегает, хотя внизу тоже резинка. Тоже широкая пройма, но, по-видимому, это сейчас проблема почти всех свитеров, потому что сейчас это модно, это как бы немножко оверсайз, и вот оверсайз, он всегда предполагает вот такую вот широкую пройму. Короче, понравился мне этот кардиган, сидит он очень красиво, и нравится мне эта вязка, пуговица, в общем, все в нем хорошо. Вырез не очень большой, кстати, он такой в меру, то есть необязательно надевать вниз какой-то топ, чтобы прикрыть неприличные, выпирающие части тела. Не знала, как сказать, сказала какую-то ерунду. Ну, в общем, хороший кардиган, девчонки, очень, очень советую, рекомендую. Следующее – это две вещи в наборе, но стоят они каждый по отдельности. Это кардиган, тонкий такой, вязанный кардиган из очень тонкой шерсти. Кстати, хорошего состава я вам потом покажу. Это единственная вещь, которая имела приличный состав по отношению все остальное – акрил, акрил и синтетика. Так вот, это две вещи. Это кардиган на пуговицах, и это такая, как с горлом, топик такой с коротким рукавом, вернее, совсем без рукава. Ну, это такой, знаете, вот я показываю кардиган, он был размером медиум, а топик был размером тоже медиум. Так вот, он стоит 40 долларов, кардиган немножко подороже. И вот состав, видите, в нем есть шерсть, в нем есть альпака, и синтетики не так много, что, в общем, хорошо. Значит, сначала я померила этот топ с горлом и без рукава. Да, естественно, носить его просто так зимой странно и невозможно. Это либо под пиджак, либо вот под этот вот самый кардиган комплектом, либо под какой-то другой кардиган. Когда-то, я помню, были очень в моде такие вещи, вот такие вот комплекты. Это, по-моему, такая отсылка к 50-60-м годам, мне так кажется. Вот именно вот такие комплекты одинаковые вязки, одинакового цвета, кардиган и внизу без рукава топ. Немножко такой ретро, немножко такой, знаете, ретро стиль. Ну, в принципе, неплохо, красивый цвет. Мне понравился этот цвет. Единственное, что я не знаю, имеет ли это смысл покупать именно вот таким вот комплектом, хотя вместе они выглядят симпатично. И действительно, с таким немножко налетом ретро, вот если надеть красивую брошку винтажную, то, в принципе, я думаю, что это будет выглядеть неплохо. Такой, знаете, немножко с такой широкой пышной юбкой, как будто бы это такой вот комплект из 60-х годов, как носили наши мамы и бабушки, и как мы видим в старых фильмах. В общем, в принципе, это, ну, мне понравился этот комплект. Тем более, что хороший состав. Последний пункт, так сказать, нашей программы – это такой комплект свитер и брюки. Брюки тоже трикотажные, как будто бы спортивные. Я взяла их, если честно, я немножко ошиблась, потому что я думала, что брюки расклешенные книзу, они оказались такими, знаете, на резинке внизу, что, в общем, ну, как-то не совсем. Вот, брюки я взяла размер large, а свитер я взяла размер medium. И вот, значит, надевши это все на себя. Ну, что вам сказать? Ну, брюки, да, они очень длинные. И вообще вот трикотажные брюки, как и трикотажные юбки, трикотажное платье – это не совсем моя тема, моя история. Фигурка, что называется, не позволяет, подкачала. Ну, чтобы это была наша самая большая проблема, как говорится, бог с ним, мы не будем носить трикотажные брюки. Но, если честно, мне кажется, что если бы они были расклешенные книзу, то выглядело бы это не так печально все и грустно. Мне самой было смешно смотреть на это. Ну, для дома нормально, ну, чего, для дома хорошо. А вот так, конечно, в люди я бы, конечно, так не оделась, хотя я даже примерила вот их с сапогами, пыталась так по-казацки засунуть их внутрь. Ну, в общем, получилось, что получилось. Не знаю, не понравился мне этот комплект, эта идея. А свитер такой обычный короткий зеленый свитер, не представляет из себя ничего интересного. Я померила его со своей юбкой, чтобы просто показать вам, какая у него длина. Ничего такого необычного он не представляет из себя. И, в общем, очень-очень такой банальный свитерок, коротенький зеленый свитерок. Не очень дорогой, в принципе, можно купить и можно наносить, но, как бы, ничего интересного. Все, девочки, пантомим, прощание. На этом будем закругляться. Надеюсь, что вам было интересно, понравилось, было полезно. И увидимся совсем скоро в следующем видео. Не забывайте, не забывайте ставить мне лайки, не забывайте подписываться на мой канал, если вам нравится. И всего доброго, люблю, целую, пока-пока-бай!